Друзья, всем привет! Вот и пролетел этот месячный перерыв Формулы-1, традиционный августовский отпуск, и вновь с вами самый правдивый, красноречивый и хрен еще знает какой обзор Формулы-1, самые слики. На очереди легендарнейшая из легендарнейших, ну, после Монако, старейшая из старейших, ну, после Сильверстоуна, трасса в СПА. Да, братцы, Бельгия. Бельгия, чтобы вы понимали, это небольшое королевство на северо-западе Европы, и живет там около 11 миллионов человек, ну, как в Москве примерно. Правда, это если не считать еще 20 миллионов беженцев. Актуальная тема на сегодня. Я не хотел об этом говорить перед Гран-при Германии, но в Бельгии действительно все как-то совсем уж грустно. Дело в том, что там находится городишко под названием Брюссель, где и выседает их король по имени Филипп. Нет, блин, ни Киркоров. Иди пиши нормальные шутки. Или заткнись. Я знаю, что ты и так все время молчишь. Тогда перестань даже думать. Понял? Все. Короче, в этом самом Брюсселе находится штаб-квартира ООН, Организация Объединенных Наций. И поэтому многие террористы предпочитают ехать туда и совершать там свои глобальные теракты. Штука эта очень печальная, несправедливая и нафиг никому не нужная. Мы за мир во всем мире. Но вот одной из центральных новостей последней недели стало то, что бельгийское правительство усиливает меры безопасности. И это не касается трассы, хотя и там тоже навертели. Это касается самой организации гонки. Будет усиленный контроль, будет досмотр вещей. Но в принципе мы в России к этому привыкли. У нас такое на каждом шагу. Будем надеяться, что гонка пройдет мирно на трибунах. Но на трассе будет как можно больше всякого. Всякого-всякого. Всякого. Ну всякого, че непонятно. Для каждого всякое, оно всякое разное. Ну от глобальных проблем глобальной политики вернемся все-таки к автоспорту. Первый гран-при состоялся в Бельгии в 1925 году на трассе Спа-Франко-Шам. Честно говоря, я до сих пор удивляюсь, как эти крестьяне могли сделать такую великолепную трассу. Правда, опять же, если честно, великолепно ее назвать можно было с натяжкой. То, что осталось в конфигурации сейчас, это круто. Но остальные участки, это были просто тупо прямые по сельским дорогам. Знаете, вот как в ралли показывают. Пилоты просто ехали по этой прямой. Там была шиканная, еще прямая. Короче, ничего интересного. И вот на этих самых прямых часто происходили аварии, причем довольно-таки брутальненькие. И ввиду длины этой трассы, собственно говоря, эти аварии заканчивались часто плачевно, потому что люди просто не успевали помочь пилотам. Но в 1925 году кто об этом думал, кому нафиг было нужно? Пилоты были рыцарями, сражающимися за рекорды скорости и венки победителей. Кубков тогда, кстати, нафиг не было. Первую же гонку в 1925 году выиграл Аскари. Но не тот Аскари, которого мы знаем, а его папик. Антонио Аскари стал победителем, но, правда, через некоторое время погиб в следующей гонке, оставив нам сына-сына, который дважды стал чемпионом мира уже регулярного чемпионата Формулы-1, который начался, согласно историческим данным, в 1950 году. И вот как раз-таки в 1950 присутствовала трасса с Пафранко-Шан Гран-при Бельгии в календаре этого чемпионата. Победителем первого Гран-при Формулы-1 стал Хуан-Мануэль Фанхио на болиде Альфа-Ромео. Собственно говоря, так и шла дальше история. Пилоты очень любили эту трассу за ее непредсказуемый характер и, конечно же, поворот. Красная вода. Хотя не знаю, точен ли этот перевод по-французски-то звучит «О-руш», можно перевести как «О-рыжий». Да, то есть, хотя «О-седой» было бы правильно, потому что поворот действительно с большим перепадом, с несколькими апексами. Ну, короче, кто не знает красную воду? Слушай, я сейчас понял, почему пилоты так любят красную воду. Знаешь, когда на качельках катаешься, там в момент перепада высот в пахуток немножечко щекотит приятненько. Вот-вот-вот поэтому. На протяжении двух десятков лет трасса брала свои жертвы, но в 1972 году было решено, что все, хватит. СПА Франкошам не соответствует условиям безопасности. И Гран-при Бельгии был переведен на трассу в Нивель, а затем уже в Зольдер. Всем известный, запомнившийся тем, что в 1982 году там погиб, по разным оценкам, великий или очень великий пилот Жиль Вильнев. Авария была поистине эпичной, результат трагичным. И, собственно говоря, история, которая привела к этой аварии, она заслуживает, я не знаю, художественного фильма, наверное. В общем, если интересно, загуглите, да почитайте. Или я сниму об этом очередной выпуск. А сейчас, как и Формула-1, мы вернемся в СПА Франкошам. В 1983 году трассу перестроили из вот этой 30-километровой длинной колбасы. Сделали нормальную себе трассу в 7 километров. И с 1985 года по наши дни практически неизменная ее конфигурация. За исключением вот этих тупорылых асфальтированных зон безопасности и прочих безопасных элементов от Берни и господина Тильки. Трасса остается практически в том же виде. Хотя нет, вру, остановку-то переделали. Был очень классный поворот, остановка называлась. Там действительно останавливался автобус, прям в лесу. Я эту остановку помню, Рубенс Баррикела, по-моему, в 1993 году там взял полпозицию. Под дождем уже на подсыхающей трассе ему повезло, он и стартовал первым. И вот к этой автобусной остановке на первом кругу он уже подъехал там где-то в районе седьмого места, потому что его все быстренько начали обгонять. Ну, да не суть. Суть-то как раз-таки в том, что эта трасса до сих пор считается одной из самых сложных. Если Монако это городская трасса, сложная, опасная, то Бельгия это как раз-таки трасса скоростная, но не менее опасная и сложная, чем Монако. Жарко, блин, 45 градусов, рекордная жара у нас тут, ну хрен да с ней. Стоит сказать о том, что у современной истории СПА Франкошам есть свой пилот. Пилот, с которым связано на этой трассе очень многое. Во-первых, его дебют в 1991 году. Практически без тестов сел за руль и сразу же квалифицировался там в первой десятке. Правда, в гонке сошел, спалил сцепление, перестарался малость. Но именно на этой трассе в следующем году, в 92-м, он уже выигрывает свою первую гонку, там же выигрывает вторую. Именно в СПА Франкошам он выигрывает свою 52-ю гонку и становится абсолютным рекордсменом по количеству побед. И в 2004 году именно там он выигрывает свой седьмой чемпионский титул. Вы поняли, да? Это Михаэль Шумахер. За свою карьеру он выиграл там 6 раз. Это больше, чем у Айртона Сенны, который побеждал 5 раз. Ну, это так, для любителей статистики. Многим же на этой трассе просто везло. Я вот помню, не помню, правда, в каком году, по-моему, в 2007-м, как там победил Кими Райканен. Это просто было феерично. Там за несколько кругов до финиша пошел дождь, и началось вот это вот все. Перестановочки, и Кими выиграл. Ну, пожалуй, самой запоминающейся гонкой стала гонка 98-го года, когда в первом же повороте там случился самый массовый завал, который я видел вообще. И, скорее всего, самый массовый за всю историю Формулы-1. Да, был дождь, была плохая видимость, и Мику Хакенина понесло. Он разбил свою машину, его понесло через всю трассу, и он собрал всех, кто ехал за ним. А стартовал-то Хакенин, как вы понимаете, довольно-таки... не на последних далеко позициях. Правила тогда были немножко другие. Многие пилоты побежали за запасными машинами. В общем, удалось дать второй старт. Довольно-таки много болидов было на стартовой решетке. Дождь шел практически постоянно. Было много круговых из-за этого. И вот в какой-то из моментов Михаил Шумахер догнал на круг Дэвида Кутфорда и ждал, когда тот его пропустит. Но да не дождался. Кутфорд совершил какую-то непонятную рефлексию. Многие говорят о том, что да, он просто хотел защитить Мику Хакенина в чемпионате, в общем зачете. В общем, как бы там ни было, произошла авария. И в отличие от того же Себастьяна Феттеля в этом году, который побежал жаловаться на Квята, стучать, так сказать, директорам, Шумахер пошел в бокс и Кутфорда сам с явным намерением дать тому по щам. Ну там вписались другие люди. В общем-то до драки дело не дошло, но было очень эпично. Практически следом за этой аварией в такую же ситуацию попадает Джин Карло Физикелло на своем Бенетоне. Правда, там до драки уже не дошло. Но вот зато на подиуме дошло, я не знаю, там до поцелуев, до полной оргии, которую только можно себе представить, потому что победила команда в полном составе дублем команда самого эпичного директора Формулы-1 Эдди Джордана. Причем победил-то как раз-таки недавний чемпион мира Дэймон Хилл, доказав, что он все-таки талантливый пилот, а не так рентодрайвер в Вильямсе. Вторым стал Ральф Шумахер. Ну а третьим, к приятности моей лично, приехал Жан-Ализи на своем затухающем заубере. Классненько, весело, 98-й год. Пожалуй, самая эпичная гонка с Пафранко Шамза. А что если я скажу за всю историю? А кто мне что скажет против? Вот такие пироги, ребят. В этом году нас ждет, будем надеяться, тоже эпичное сражение. Прошел месяц, в котором было мало новостей. Для меня личным удивлением стало то, что не было никаких новостей о переходах пилотов. Все ждали там от Баттона кое-чего, но не так и не дождались. А, пожалуй, основной новостью стало то, что Рио Хорианто все-таки слился. Не будет его больше в команде МРТ. Там поедет Эстебан Окон. Как поедет он по сравнению с Вирляйном, непонятно. Но в них много общего. Окон же в ДТМе тоже гонял? Нет? Блин, сейчас пойду загуглю. Да, ребят, все правильно. Окон в этом году ездил как раз-таки в Мерседесе, в ДТМе. Вот у нас и получится сравнить двух ДТМщиков. Правда, у Оконы за плечами еще и чемпионство в серии GP3 в 2015 году. Так что понаблюдать за очным сражением двух ДТМеров в одной команде будет прикольно. Я лично с удовольствием буду наблюдать за этой командой. Пусть она и аутсайдер, но болеть все равно за кого. Главное, чтобы было интересно. Потому что вверху, скорее всего, интересно не будет. Мерседесы по-прежнему сильны. Хэмильтон расцвел, как и предполагалось еще в самом начале сезона. Феррари вряд ли смогли что-то за этот месяц сделать. А вот Рэдбулы заметно подтянулись. Но подтянулись лишь до той стадии, чтобы бороться с самими Феррари. До Мерседесов вряд ли кто-то дотянется. Есть еще у нас парочка новостей, которая напрямую не относится к нынешнему чемпионату. Хотя вышла такая игра Формулы 1 2016 от Coda Masters. Правда, в нее мало кто играл, потому что она очень требовательная. Нужно иметь современный компьютер. У меня такого нет. Я поиграю в эту игру, наверное, уже когда она станет соревнованием исторических болидов на старых компьютерах. Ну, так сказать, из чувства ностальгии. Да и фиг бы с ней. В общем, не знаю. Если кто-то уже поюзал эту игруху, напишите в комментариях, как она вам. Посмотрим. Может быть, ради нее и стоит покупать хороший компьютер. Хотя хороший компьютер стоит покупать ради самых сликов, чтобы монтировать все побыстрее. Ну, и еще одна новость, уж совсем практически не связанная с Формулой 1, зато связанная с российским автоспортом. Мишка Алешин в Пакано выиграл квалификацию. Впервые в своей карьере, впервые в истории российского автоспорта. Всю гонку боролся. Гонка была просто замечательная. И таки приехал вторым. Ну, правда, не в первый раз в истории. Он уже был вторым в своем дебютном сезоне. Но все равно это было очень приятно. Приятно было видеть, что Миша борется прям за победу, прям за лидерство. Это была не случайность какая-то. Это было очное сражение, в котором Миша запросто мог оказаться впереди. Но инди-кар такой, инди-кар это тупо лотерея. Так что будем надеяться, у Михаила еще есть возможность уже в этом сезоне вытянуть счастливый билетик. Ну, а вы, если хотите больше новостей, лучше новостей, добро пожаловать на сайт информационного партнера Самоксликов. Сайт Рейс 24. Там все самое свежее. На этом, пожалуй, все. Долго распотякивать не будем. Ждем свободные заезды, ждем саму гонку, квалификацию. Всем желаю интересного шоу. Опять же, будем наблюдать за GP2 и GP3. Там тоже наши пилоты. Сережа Сироткин может продолжить борьбу за чемпионский титул. Он там вышел в лидеры чемпионата. Удачных всем выходных. Это последний уикенд уходящего лета 2016 года. Я надеюсь, что вы свое лето не проморгали, а провели его ярко и красиво. Хотя болельщикам Формулы-1 сожалеть не о чем, потому что впереди у нас не промозглые дожди и слякоть, а впереди у нас самая настоящая горячая автогоночная осень. Подписывайтесь на канал Самые Слики, ставьте лайки, комментируйте. Я напомню, что в скором времени выйдет продолжение наших философских изречений о том, почему Формула-1 уже не такая Формула-1. Увидимся после Гран-при Бельгии в обзоре ТОП-10. До встречи, ребятули. До встречи, пока! Возил туда девушек, которые искали приключения на свою пятую точку. Вот он их там высаживал, через неделю их окровавленных, изнасилованных забирал. Блин, какой бред я несу! Фак!